В США номер 4 организован сбор гуманитарной помощи гражданам Украины. Сотрудник школы Андрей Ильченко принял и разместил в своем доме восьмерых взрослых и шестеро детей из Луганска и поселка Счастье. Когда уже в центре Луганска самолет сбросил, бомба послужила толчком, что они собрались, и в основном из-за детей, конечно. Планируют возвращаться, но по возможности хотят, чтобы это все быстрее закончилось. Без ничего приехали. Просто, ну, ручная кладь, что могли взять, так и поехали. То, что машины невозможно выехать было, блокпосты нацгвардии обстреливают. Пытаются устраиваться на работу, ходят здесь временно, хоть пока летний период есть, где можно найти работу. Сотрудники школы и все неравнодушные наобчане собирают одежду, в том числе детскую и предметы первой необходимости. Когда у людей беда, нужно собраться, помочь всем. Вот мы что и делаем сейчас. Нужно помогать людям, потому что при случае беды у нас, ну, может быть, и нам кто-нибудь когда-нибудь поможет. Не отстает от старших товарищей 7-летний Игнат Лопатин. Он и в спорте, и во всех делах школы старается быть в числе первых и лучших. Игнат – победитель первенства города подзюдо в этом году в своей возрастной категории. Папа-тренер Андрей Лопатин сказал, надо оказать помощь. Я помогу собирать вещи, потому что так надо. В спортивную школу номер 4 приносят вещи и жители близлежащих домов. Никому равнодушным, нельзя оставаться в такой беде. Сам переживаю, честно, каждый день. У меня, не знаю, к сожалению, к радости нет. Там не родственников, но помогать мы всем всегда рады. Ну, чем помогли, конечно, что-то там, игрушки, пища на первое время. Даже там письмо вот написала у меня супруга. Кто пожелает, мы примем там, допустим, семью с детьми. Гуманитарный груз ребята под руководством тренеров доставили на пункт сбора в среднюю школу номер 2, открытый с 18 июня по распоряжению главы города-курорта Сергея Сергеева.